Пожалуй, всем известно библейское повествование о Ное и всемирном потопе. Оно рассказывает нам о том, как в начале бытия мира настало такое время, когда люди весьма развратились на земле. Но Бог нашел одного человека, Ноя, который в глазах Божьих был достоин милости за свою праведную, богобоязненную жизнь. Господь открыл ему, что намерен погубить землю за грехи живущих на ней, и повелел построить корабль, на ковчег впоследствии Ноя с семьей и животными спася от потопа. Строительство этого корабля было для других людей знаменем о приближающейся катастрофе. Бог тем самым давал шанс людям спастись от грядущего бедствия, поверив Ною. Но кроме Ноя и его семьи никто из людей не захотел войти в ковчег. Они не поверили ему. Эта история, произошедшая несколько тысячелетий назад, является ярким прообразом наших дней. В Библии сказано, Сегодня люди так же живут, не думая о завтрашнем дне, не задумываясь о своей жизни. Но Слово Божие проповедуется по всей земле. Оно говорит к человечеству, что земля, на которой мы живем, обречена на погибель, что каждому из нас предстоит умереть, а потом – суд. Оно призывает, покайтесь, пока еще есть время, и предупреждает, если не покаетесь, вас ожидает ад и вечные мучения. Но многие люди, к сожалению, и сегодня не думают. Они еще не чувствуют приближающейся смерти, не видят грядущего конца света и адских мучений, они видят только сегодняшний день, а сегодня они едят, пьют, наслаждаются жизнью. Очень часто бывает, что человек только после того, как потеряет что-то, начинает горевать и плакать и говорить. Если бы сейчас вернуть тот момент моей жизни, я бы обязательно что-нибудь изменил, я бы не допустил случиться этому. В Библии есть хорошо известная притча о богаче и Лазаре. В этой притче богач понял свою безвыходность только тогда, когда уже ничего нельзя было изменить, наверное, он, находясь в аду, думал, зачем же мне были нужны эти греховные утехи, ежедневные пирования, развлечения с блудницами. Сейчас невозможно что-то вернуть и поправить. Теперь передо мной реальность, над которой я в свое время смеялся. А кто-то говорит, я молод, подожду немножко, а потом, когда состарюсь, приду к Богу. Но для некоторых людей завтра может не наступить, потому что завтрашний день не в нашей власти. Поэтому Библия призывает нас, чтобы мы сегодня искали путь правды, так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6.16 Каждый человек много раз в своей жизни стоит перед выбором, что ему делать, и сегодня наш Бог Иисус Христос предлагает всем людям сделать выбор, приобрести у Него самое главное – жизнь, или пойти в смерть. А мы знаем, что для человека жизнь – это наивысшая ценность. Мы можем много скопить богатства, но если к нам придет беда, и будет стоять вопрос о нашей жизни, и смерти, то мы отдадим, скорее всего, все, что у нас есть, чтобы спасти свою жизнь. Иисус Христос сказал «Я есть путь, и истина, и жизнь» Иоанна 14.6 Получается, что люди ищут жизни, но сама жизнь в лице Иисуса Христа зовет их «Сегодня к себе» Иисус говорит такие слова «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сегодня милость Божия простирается к каждому человеку. Сегодня Бог желает спасать, миловать грешников. Сегодня Он долго терпит каждого из нас, не желая, чтобы мы погибли, но чтобы спаслись. И сейчас по всей земле звучит призывный голос проповедника правды, Духа Святого, покайтесь, пока не поздно, а посреди мира стоит новый ковчег спасения. Это Голговский крест, с распятым на нем Иисусом Христом, и всякий, кто верою входит в этот ковчег, принимая Иисуса Христа, как спасителя своей души, приобретает жизнь с избытком. Конечно, как во времена Ноя, и сегодня звучат насмешки, высказывается недоверие, в адрес этого призыва, но еще немного, совсем немного, и дверцы ковчега закроются, а где будешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok